От Солнца начни. Sun. Mercury. Venus. Earth. Я не знаю, где... Марс, как-то говорится. Марс. Так, я сегодня могу только сидеть на полу с детьми. Поэтому у нас интеллектуальный труд. Я готовлюсь к изложению со своей второклассницей. И за компанию и Даня тоже хватает немножко второй класс. Читаю изложения из интернета. Рассказы разные. Мы их разбираем и выберем в конце концов нужное изложение. Даня нашел карту Звездного неба, которую не можем решить, куда вешать. Поэтому не Саша лично пока. Ах, вот что тебе надо, я поняла. И пока что на полу разглядываем. А сегодня у меня нога отнялась. Ну, ничего страшного. Мы поели бананы и сосиски на завтрак. Сосиска одна правда была. А это будет. Зато Даня ее сам уже подогрел, да? И сам положил на тарелочке. А еще у Данечки температура вечером была, поэтому он сегодня дома. А мама спала вот здесь. Тут не очень классный матрас, совсем не ортопедический. чтобы не бегать, измерять температуру. Я спала в эту сторону головой, а Даня в ту. Поэтому я не выспалась. Но температурка была всего лишь один раз, поэтому все неплохо. Чем заболел, не знаю. Пока бодрый. Домашние дела все помогли. Вот туда можно точно. Давай прямо сейчас. Ну, неси скотч. Так вот, о чем я. Температурка была только один раз. И пока что просто посидим дома. В общем, сезон болезней открыт, похоже. Вика заканчивает болеть. По-моему, она здорова. Только справку надо взять. Но справку взять некогда. Сегодняшний день у меня расписан. У меня урок и поездка в МФЦ. А еще МФЦ на Парнасе нет у нас. Поэтому поеду. Тема будет с ними. Никакой еды не изготовлено. Кухня в ужасном состоянии. Но я не могу стоять. У меня уважительная причина. А дети полностью разобрали все высохшее белье. Я сидела, складывала, отдавала им в ручки. Они разносили по местам. И что-то еще они полезное сделали, забыла. А, тут тоже была благора, просто одежда. Я все сложила, и они все разложили. Но это благороданина. Вот нам бы еще туда добраться. Потихонечку мы все... Наверное, ножнички принеси. И повешу. Вот этот скотч хороший. Да, кстати. Да. Не испортим ничего. Точно. Пройдитесь, мадам. Давай, иди. Красавица. Я не могу больше. Да. Так круто. Боцетики мне надо ездить уже чуть-чуть. Ты рад, ребенок? Угу. Надо сбоку еще. Мне кажется, сбоку можно еще по две полосочки. А задираться будет. По бокам, по белым бокам. Угу. Видимо, деклофенак на меня обиделся. И зуб точит. Пришлось намазать ногу деклофенаком. Посидела часик на полу. Все, что можно, перечитали, переиграли. Даже в шарик поиграли. Сидя на полу. Но не смогла вам это заснять. Я подумала, вдруг неинтересно. И не стала снимать. И сейчас у нас уже полноценный второй завтрак. У меня тут готовится вот такой завтрак. Ну, сосиска. Так. А у детей без яичницы. Поджаренная ветчина. А, сосиска, да, оставалась в гречке. Когда я варила гречку тогда, там была сосиска. Ну, главный, главный на столе кетчуп. Тема еще не пришел. Даня вчера делал. Вот хочет Теме показать. Что это? Бэкпэк. Бэкпэк. И они туда складывали на английском. What is in your backpack? The pencil is in my backpack. Вот. А, урок у меня через час уже. Так, с хлебом, с булкой, пожалуйста. Все ковыряния тоже кушаем. Так. Вот у меня тут такие планы. Вот это мой план. Лук, наконец-то, съесть мой план. И сделать салат. Или, может, Даня сделает салат. Вот вафельки я вчера купила. Они их съели, оказывается, во время, когда я ушла на урок. Съели вафельки. А я потом не понимала, почему они не голодные. А потом эту баночку налили полную воды. И что сделали? И мама сегодня не знала, где спать. И у меня спала. Так, а еще вчера же купила с вами вместе в пекарне кое-что. Вы знаете, что дети еще не знают, что. И забыла им вручить. Поэтому сейчас, после завтрака, вот у них будет такое угощение. Вот такой у нас вид из окна бывает иногда. Что, не закрывать тогда окно? Если дети прибегут, то их выгони сразу. Так. Помимо того, что дрель. Работает дрель. Кажется, я что-то перепутала. И кажется, нет урока у меня. И не отвечают. Наверное, это та ученица, которая уже уехала на юг. А я почему-то думала, что еще на этой неделе не уехала. Вот. С этой стороны тоже очень хорошая видимость. Смотрите, какая хорошая, что даже слева виден пожар. А этот пожар сейчас где-то в осиновой роще, наверное. Или даже за осиновой рощей. Вот, мама ученица мне написала, что сегодня урока уже нет. А я жду, как дурочка. Значит, я оказалась сейчас свободна. Даже не знаю, чем заняться эти 45 минут. Помыть ли две горы посуды. Подмести ли пол. Убрать ли на столе. Что хочешь, то и делай. Дети, чтобы заслужить мультики, они сделали письменные задания. Вика делает в такой маленькой книжечке, где можно написать. Унесла она. И стереть салфеточкой. Потом снова написать. И так много раз можно писать фломастером. Спасибо, Дриль, что ты с нами. А Даня сделал графический диктант. По клеточкам с образца пересчитал и нарисовал кота. Ну, довольно сложно. Первый раз в жизни. Там были такие 12 клеточек. Две по диагонали. Шесть клеточек. Сложно. Всё сделали ради мультиков. А вы представляете, эти тигрята десерт несъедобные. Это несъедобный десерт. Пекарня, как называлась, не помню. На Валерия Гаврилина. Их нельзя есть. Они отдают чем-то... Ну, мы очень их хотели есть, потому что они красивые. Они отдают каким-то спиртом, дешёвым алкоголем в бисквите. Или химией. Ещё вариант про горклое масло в бисквите. Возможно, они слишком долго у них лежали и ждали покупателей без холодильника. Они, правда, были на витрине вот такой горой. В общем, это отвратительный совершенно вкус. И как бы мы не хотели их съесть, дети давились, но в результате не стали. Тёма сказал, что когда-то такой вкус пробовал. Возможно, это дешёвый бисквит какой-то. Что-то дешёвое добавлено. Может, вместо алкоголя... Ну, в бисквит вроде алкоголь добавляют, я не знаю. Короче, это я взяла в рот, и у меня был шок, что дети уже съели по маленькому кусочку. Вот так. Красивые тигрятки по 39 рублей. Спасибо, что вы со мной. Я читаю комменты. Все счастливы за машину. Я тоже очень счастлива. Вот. И плохие комментарии померкли. Так что те, кто пишут плохие комментарии, пишут, вы педагог, не называйте девочку в третьем лице. Ну, ребят, ну что, совсем с чувством юмора? Это беда совсем, да? Так же смешно. Это шутка, так говорят. Это девочка, так говорят. Если вы сомневаетесь, что я говорю грамотно, я умею говорить грамотно, но я умею говорить и абсолютно по-другому. Чаще всего я так думаю. И перевожу вам на грамотный русский язык. Погода солнечная, но явно холодная. Почему у меня нога сегодня болела? Я что-то не поняла. Левая нога. Я в шоке. Сейчас деклофенак подействовал, и я могу уже трогать ее. Ну, это очень больно, но терпимо. А утром я так хотела делать массаж, а даже не дотронуться. Вот. Ну что, чем же мне заняться? Я в шоке. 45 минут образовались. Вот. Подумаю. А чем бы вы занялись, если бы у вас было 45 минут свободных, а потом уезжать надо? Напишите. Так, выношу картон и пластик. Это у нас во дворе. Можно выкинуть. А пока у меня не было автомобиля, у меня застрял вопрос сортировки мусора, поскольку до Меги я не поеду на автобусе с мусорными пакетами. Теперь я понимаю тех людей, кто не сортирует еще мусор. Это безмашинное. Это, ну, качественно сделать нереально. Только можно часть мусора, у кого есть поблизости контейнер, можно отсортировать. А который куда-то надо везти, это, конечно, для меня загадка. Значит, контейнеры должны быть в доступе. Оставила детей. Еду в МФЦ по делам. Тема попросил. У Дани больше не поднялась температура, выглядит здоровым. Неужели он так вчера, думаю, уже понервничал из-за встречи с папой и дедушкой? Я не знаю, такое возможно. Почему у него вчера была температура и прямо вот слабость, слабость. Плохо, плохо, болею, болею. А сегодня все хорошо. И главное, когда ребенок заболевает, ведь обычно ночью не один раз температура. С высоты моих 90 лет размышляю о том, как можно было до этого возраста не выйти замуж. Все мужчины, с которыми я жила, их было не очень, конечно, много, но достаточно много. Может быть, четыре. Раз. Два. Три. Четыре, наверное. Ну, с кем-то там месяц жила, это не считается. Они абсолютно все меня безумно любили. Кого-то из них и я любила. Все меня безумно хотели. Ну, мне делали пару раз предложения, но это как раз те, кого я не любила. Почему так сложилось, что со мной жили и даже по 6-7 лет и ни разу я не была замужем? Это же несправедливо, как вы считаете? Вот такие мысли меня посещают. Тема тут отправил меня по делам в одно место. И в этом месте такие мысли меня и посещают. Ух ты, смотрите, какие две яблони, кажется, если я не ошибаюсь. Но поскольку они на территории, огороженной забором, то, наверное, стыдно с них срывать яблочки. И вот одна вся в красных, а другая вся в зеленых. Ну, красота какая. Территория Петербурга. Что-то меня сегодня Тема развлекает. Еще съездила в один в МФЦ. И еще меня записали и поехала. Вот прямо сейчас новый МФЦ открылся по адресу Северный дом 7. Это помещение авторынка. Смотрите, хочу вам показать. Вот такое вот чудо увидела. И вот такое вот чудо увидела. Если вы не из Питера, объясняю, МФЦ это многофункциональные центры по городу, где решается масса вопросов документальных. Я подошла купить себе чай тут. Смотрите, аморетто с шоколадом. Это что, алкоголь? Или это а-ля алкоголь? Интересно, на авторынке в МФЦ очень актуально. Есть электронная очередь, но не работают экраны. Девушка вручную набирает, но пока что мое время пришло давно, меня не вызывают. есть аппарат с кофе, но он работает только за наличные. Часов нет нигде, ни на одной стенке. А в целом довольно пустой зал. Девчонки, сегодняшний день заполнен бумажной суетой. Я была записана, это я вам показываю, чтобы хоть что-то показать. Я была записана в МФЦ на 16.15. Безобразная работа этого МФЦ. сейчас 17.28. Я вышла. У них вообще они не справляются абсолютно. То есть, если в других МФЦ ты проходишь по записи строго, если ты опаздываешь на 10 минут, компьютер тебя не пропускает, то здесь я просто сидела и ждала. Меня приняли, консультант многое не знала, звала старшую, уточняла. Все возмущены, все сидят, ждут. Слушайте, ну вот, час 15 для оформления одной бумажки. Я немножко в шоке. Я в шоке, что мой день так прошел. МФЦ огромный, светлый, кондиционер не работает в зоне посетителей. Там у них где-то дует, я почувствовала уже у окошка. Жарко, душно. Нашла я как-то 35 рублей, купила себе какао. Чая нет, чай только фруктовый, кофе я не пью. Еды нет никакой. Я говорю, вот мой номерок. Мне на ресепшн говорят, мы ничего не можем сделать, мы вас вызовем. Я говорю, а как вы узнаете, что мой номер подошел? Вот в компьютере будет видно. Я говорю, ну а почему сейчас не видно? Сейчас нету консультантов, все заняты, кто-то на обеде. Нормально, они уходят на обед, когда полный зал на роду. 20 окошек, 20 окошек, из них половина пустые. Я удивляюсь, как они могли открыть центр МФЦ, полностью не готовы к работе, без часов, то есть на что ориентироваться? На мои часы, на их, там все по минутам, я думала, там не по минутам, потому и часов нет. Точно, раз у них не по времени, то и часы не надо. Экраны не работают, табло над каждым окошком не работает, короче, все не работает, открылись и открылись. Единственное, что очень просторно, второй этаж, очень много народу может поместиться, и все вот мучают этих консультантов с одним и тем же вопросом, ну когда? И сидят, ждут. Ну вот, я вам пожаловалась. Уже стало прохладно, было прям жарко, я в этой куртке, уже прохладно. Я собиралась без куртки выйти, нет, ничего подобного. Переживаю, как там дети, заказала им морсы от самоката, быстрая доставка за 15 минут, сейчас им принесут морсы. Они ведь не оторвутся от телевизора и даже не попьют чаю, вот я что думаю. Ну, про то, что измерить Дани температуру уже все забыли, по-моему, никому, кроме меня, это не надо. Испытываю некоторые затруднения с питьем горячего чая и поиском видео на ютубе, когда управляю механикой. Спасибо за понимание. Тема попросил Додо пиццу, решили, что я зайду и выберу ее, чтобы сэкономить, за доставку не платить. Это средняя пицца, мне кажется, она для нас вообще маловато. Ну, ничего, можно поэкономить иногда. Сейчас семь часов, я только возвращаюсь домой, ужас. Так, пицца детям не понравилась, поэтому овощи. А мне мало вкуса, сейчас мы что-нибудь туда добавим. Что-нибудь мы добавим на каждый кусочек. Так, сейчас девять пятнадцать, я вот отсюда не вставала часов с восьми, пытаюсь все контролировать и не уснуть, вот просто сплю. Я встала в семь, и дети тоже встали в семь, они уже искупались, уже лежат в кроватях с книжками, сегодня пораньше. Никто, правда, ничего не убирает у нас, посуду у нас никто не моет, но дети еще не научились мыть посуду. Я помою завтра в шесть утра, похоже. У меня тут продолжение с МС, мой терапевт ничего не отправил, я звонила в комиссию, они ничего не получили, а завтра уже девятое число. Ситуация очень странная, им сказали, что я не хочу ничего обследоваться, не хочу доносить нужные бумажки, а я сказала, что я донесла нужную бумажку вчера и подписала ее, и сегодня врач должен был ее получить. Ну, не знаю, что там за история. Мне опять же МС говорит, не волнуйтесь, не важно, что уже девятое число последнее, но все мы сами урегулируем. Меня так и подмывает позвонить в страховую и сказать, что врач не отправил сначала чужой анамнез вместо моего, не отправил рентген, а теперь еще отказывается дотослать. Не знаю, что все это значит и чем это кончится. Но я так по телефону спросила МС, ну, мне хоть дадут какую-то группу-то? Он такой, ну, надеемся, такой прямо. Так что надеемся. Ой, хорошо, что я в мягком свитере, а то бы ударила локоть. В общем, я сплю, просто сплю, но нельзя раньше детей засыпать. Говорят, зев заразный, вы сейчас как, зевнули или нет, когда я зевнула? Все, ставьте лайки, пишите комментарии. 9 числа должно быть МС окончательное, но, наверное, надеюсь, они там как-то договорятся и продлят. Я спросила, нужно ли мне поехать и самой руками взять и им все привезти. Оказывается, не все так просто. Это должна быть какая-то комиссия прямо у меня в поликлинике, в полисе, которая соберется, все это опять обмозгует. Ну, как он сказал, напишут анамнез, это же был не ваш анамнез. Я думаю, что Арастов, врач мой, ой, проговорилась, в общем, этот врач, наверное, не знает просто моего анамнеза, поэтому он и не может его написать. А вот и истерит. Ну, по телефону он же поднял на меня голос, повысил. Я ему этого не прощу, меня очень плохо, я аудиал, но меня повышает голос, я все, только об этом и думаю. А у вас так или нет, девочки? Ой, вчера, когда встреча была с папой и дедушкой, Марсель при дедушке это был идеальный, и поэтому голос не повышал, вообще молчал. Ну да, прям лапочка лапочкой, прям заново можно влюбиться. Прямо все хорошо прошло. Всех люблю, всех целую. Сейчас, наверное, вот так усну прямо. Надо встать и как-то детей уложить, а то они читать будут вечно. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok